Рупорные антенны А полоса антенны будет определяться характеристиками используемого волновода. Вообще такая антенна предназначена для работы в широком диапазоне СВЧ-волнов. Примерно от 1 до нескольких десятков нигагент. В зависимости от формы рупора определяют несколько типов антенн. H и секторальные, пирамидальные с прямоугольным цепеньем, конические с круглым растут. Форма очень важна. Например, самые распространенные пирамидальные антенны имеют линейную поляризацию излучения, а атомические – круговую. Используется рупорная антенна как в качестве самостоятельных излучателей, например, для передачи данных, так и в комплексе зеркальной антенны в качестве облучателей. На практике рупорные антенны широко используются на космических аппаратах. Какие у такой антенны недостатки? Ширина диаграммы направленности сильно зависит от физических размеров антенны. Для получения остронаправленного излучения приходится делать антенну с весьма большой длиной рупора. Лучше всего, когда она пропорциональна квадрату размеров раскрывок, то есть большего сечения LH и LE. А ширина диаграммы направленности обратно пропорциональна LH и LE в первой степени. Отсюда видно, что для сужения диаграммы направленности в N раз ширина раскрыва должна быть увеличена в N раз, а длина рупора – в N раз. Для достижения большего усиления длину рупора придется делать излишне большой. Это неудобно в использовании. Но в таких случаях используются зеркала и линзы в раскрыве рупора. Использование рупора как облучателя параболической антенны дает нам в комплексе новое устройство, которое будет отличаться от диаграммы направленности низким уровнем боковых лепетков. Продолжение следует...